Добрый день! Информационная служба телерадокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. У студии працуя Евген Побловец. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса и инженеры по охове працы из всех районов в области проводит мониторинг готовности господарок до жнива. Семинар вот шоба прошла в Гомельском районе. Олег Сентяров потекаюся оценками специалистов. Кали на дворе не унесе значных корректы, то ж него на Гомельске не пошнется негде прострытые дни, причем зарабить его необходимо хоть и напруженным, але рабочим процессом, а не битвой за ураджаи, как казали ранее. Человек повинен прийти на працу здоровым и здоровым вернуться до дому. Неопочную чергу, это будет задержать от выполнения правил техники безопасности. Правда, как означают деньги семинара, инженеры потребования контролирующих органов. Выконостные практики просто немогчимы. На тем же айчинном комбайне, например, нема места для обовязковой скриньи с пяском. Проявить вынаходливость у сельско-господарших предприемствах пришлось и при эксплуатации с участок зернесушильных комплексов. Вытворцы не предупредили на их ніяких конструкций на выпадок пожару. Увы, не кучаго, сушилка сгорая разом зернем. Теперь на Гомельске не да их добудовуюсь специальная ёмистоси с помпами. Каштует такая конструкция коля 10 миллионов рублей, зато и дозволяя позбегнуть неприемных ситуаций. У вогули, как якосно подрактоваться до жнева, финансы всё это самое головное. Там, где могут працевать и зараблять, там и становишься, не выкликая особливой заклопоченности. У нас же ж и молоко, и зерно, и овощи, и картофель. Мы ж больше всех садим картофеля, тысячу вектар картофеля вообще по Гомельской области. Так что у нас ещё с этим делом, так что вот, всё умеем пока делать за все свои собственные средства. У поравнанні з минулым годом сёльта ситуація з вытворчим травматизмом у аграрном секторе знашно лепш. У галиновым обкаме профсоюзу причину бачить у повышенню уваги до гэтага пытання сбоку керавництва у сих узровню и узмацнение контролю у тым ліку за здоровьем працуючих, у тым же комбинаці у сход Гомельского района. Обовязковый двухразовый контроль у медика. При необходности ён так само термінова выйдя до работників непосредно на працовное место. Наявнасть фирменного спецадзенья, поколь не жорсткое потребование, а ле доволі настольливое пожадання, у речі гэта зручно, комфортно і бошь бяспечно при выкананні работ. У Гомельской областной організацій Белорусського профсоюзу роботників АПК кажуть, що ситуація за хове працю кушматчим задержать від керівників підприємства. Там деяні не зміняються што год, і колектив стабільний, і питання хове працю за сьогодні на контролі, плюс організований дійсний громадський контроль, що нажати, поколь означає, не усюди. Порядки 1640 человек, общественних експільторів. Ну, якщо б ця армія дійсні заработала так, як положено, я б, ми, ну, і вопрось і решили б. Ну, якщо активно, ми їх поощряємо, підводимо ітоги, в томічне на республіканському уравні. Олег Сентюров, Максим Славін, Телерадо Кампанія Гомель. Семінар по повышенній фінансової адукованності насельництва пройшов у Гомелі. На сустрічу собралися журналісты гомельських і районних сродку масової інформації. Гэта зв'язана з тим, што журналісты, каб правильный докладна доносить інформацію до насельництва, самі повинны володаць грунтованными ведами у тим ліку і у галіній економіки. У делу мероприємствы пройняла і наш корреспондент Марина Сівер'янова. Пад час семінара керівництва Нацбанка означає, што зараз, більш за все питання, які узнікаюць у Жухароу Гомельщини, тычыцца депозіта, укладаў, крэдытаў і динамінацій. Што да укладаў, то непоразумені узнікаюць ў сувізі з увядзенням падаходного падатку на некаторе іх виды. Нагадаем, норма уступила в силу яшы на падшатку красавіка. Яна тычыцца не ўсіх депозітаў, а толькі рублёвых, калі грошы праляжалі ў банку менш як год, і валютных, калі менш за два. Ставка падатку складаў 13% і платіць яго неабходна не за основной суммы, а толькі з процэнтаў, які зарабіў укладшык. А крамя таго, декретам увядзіны адзывны і безадзывны уклады. Пры заключэнне догавуру безадзывного депозіта, макчымась яго датарміновага зняцца адсутніча, калі толькі сам банк не згадіцца гэта зробіць. У вугулі на семінары адзначына, што фінансова адзыванас насельництва знаходзіцца надастаткова высокім узровні, у многім дякуючы сродкам масава інформаціі. Уровень финансової грамотності населения наші республіки достаточно высокий, тем не мене технологій банковських, изменение ситуацій денежно-кредитна сфері требует продолжэня і, наверное, активизація работы именно по формуванню финансового знання у населения. Безусловно, руль средств масава інформація в проведіні данной роботи значіцца повышаецца. Што тычыцца денаминація, то, неглядзіше на достаткова активнае довядзіні до грамадзян не толькі необходной агульной інформаціі об гэтым процесі, але і об яго тонкостях, пытані ўсё ровно застаюцца. Тому нагадаем яшчы раз основныя моманты. У паралельным звороті старые і новые гроші будуть знаходзіцца до конца Снежня. С першага кастрычніка усе банкаматы будуть выдаваць банкноты толькі новага узору. Дагэтага часу імі загрузіць толькі іх трецю частку. Манэты банкаматы не выдаюць. Гэта можна будзе зарабіць пры размені купюр ў банку, альбо ў выгляде здачы пры набыці тавару. Самую велікую купюру номіналам ў 500 рублёў отрымаць можна толькі ў банку пры падачы заявы. Денаминація носят техніческий характер, тем не мене, Назбанк стараецца принять меры, именно направлено на то, што бы оно прошло гладко, без кяких-либо сложностей. Хочелось бы, прежде всего, довести, и что через средства массовой информации до населения, что в большей степени нагрузка техніческая будет ложиться на предприятия, организации, банки. Население, конечно, будет определенная психологическая нагрузка, связанная с введением монет, введением новых купюр, что потребует от населения уже немножко по-другому ориентироваться при расчетах, уметь ориентироваться в новых деньгах образца 2009 года и деньгах образца 2000 года. Вот это будет вызывать определенные сложности. И нам бы хотелось, чтобы средства массовой информации именно обратили внимание на то, что население было внимательным. Но, как сказали, технические вопросы, я думаю, решат и правительство, и Национальный банк, и организации, и банки смогут решить, и мы не испытаем никаких сложностей после её проведения. И ещё одна парада. Как первый час после проведения динаминации не блитаться при разлике новыми купюрами, распечатайте с обеей своим близким шпаргалки об ответственности банкнот старого и нового узора. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телеродо-компания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра с 9 до 12 годин с воротой граждан будет принимать наместник старшины Гомельского областного выполненного комитета Владимир Александрович Привалов. Нумер телефона у Гомеле 75 12 37. Угэта шанс на пытание гомельчан откажет керавник справ Гомельского городского выполненного комитета Алексей Анатольевич Васюченко. Звернуться можно по номеру 71 07 62. Як завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Сёдня у Гомельской областной библиотецы имя Ленина произошло посяжение Молодёжного совета профсоюзов. Такие советы областной организации профсоюзов проводятся каждый квартал. Под часу встреч вознимаются розные пытания. От працевлоткования молодых специалистов, помера заработной платы на працеванных местах до проблем с затремлением службового жилья. Решения, которые принимаются на заседаниях Молодёжного совета, ложатся в основу постановлений, которые принимает Гомельское областное объединение профсоюзов, реально доводятся до областных отраслевых комитетов. Это информация. И проводится реальная работа по помощи тех проблемах, которые выявлены. Минулой ночью о 12-й године завершилось народное голосование о номинации «В образ областного детячего телевизийного конкурса ведущих «Юная телезорка». Самого популярного героя шоу «Крыстальники интернету» вызначили злику финалистов проекта на сайте телерадокомпании «Гомель» в разделе программы «Юная телезорка». Переможцей стала Валерия Дробышевская, новученка 5-го класса гимназии номер 71 города Гомеля. У свои 11 годов девчонка заявляется призёром и удельницей шматликих международных конкурсов и проекта у сферы моды и выканальницких мастатствов. Почему решила поучаствовать? Да потому что мне это очень нравится. Попробовав, нам как-то предложили в этом конкурсе поучаствовать, мои родные, вот, и попробовав, вот это всё пройдя, мне это очень нравится, мне кажется, дальнейшую жизнь я буду с этим связывать. «Пираты Карибского моря», «Уладар Пярстёнков», «Титаник», музыка с гэтых и инших фильмов, які стали сусветной классикой, прагучала в концертной зале Гомельского палаца культуры чугунышников. Свою новую программу под назвой «Сусветные саундтреки» глядачам проставили музыканты державной установы «Гомельские городские оркестры». До речи, у сусветных масштабах такие концерты – давняя практика, а возле Гомеля гэта стала экспериментом. Причем удалом? Задолго до премьеры были раскуплены практически все квитки. По сути, симфоничный оркестр аж до недавнего часа ассоциировался только с классичной музыкой. Такое ж выступление стало своясабливым кроком на сустраж молодому поколению. Над программой працевали больше за паусотни музыкантов симфоничного оркестра. Их суседями по сцене стали вокалисты и танцевальные коллективы. На распрацовку идеи пошел месяц, и аж один спотребился для репетиции. Увы, не ку программу «Сусветные саундтреки» увошли мелодии с больше чем 20 блокбастеров. Хотелось бы сказать спасибо всем тем людям, которые помогали создать этот масштабнейший проект. Это и телерадиокомпания «Гомель», и Дворец культуры железнодорожника, и видеографы. Это большая команда, которая работала над тем, чтобы сегодня люди получили удовольствие и по-настоящему отдохнули в сопровождении симфонического оркестра. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова